Благодаря стремительным творческим успехам и уникальному голосу, Димаша Кудайбергенова сегодня знает, любит и ценит не только в Казахстане, но и во всем мире. Молодой казахстанский певец приобрел мировую известность, удивляя жюри и публику своим безграничным талантом. Огромная армия поклонников ежедневно следит за творческой судьбой любимого артиста. Однако мало кто из них знает, где на самом деле живет легендарный певец. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, где сегодня живет Димаш Кудайбергенов, и почему он скрывает личную жизнь от своих фанатов. Все, что касается личной жизни, Димаш старается не выносить на суд общественности. Особенно это стало заметно после его победы в международном конкурсе певцов, проходивший в Китае в 2017 году. У артиста появилась огромная армия китайских поклонниц, которые ни на шаг не отставали от него. Однако родные знаменитого певца утверждают, что Димаш уже давно состоит в любовных отношениях с девушкой по имени Нурсаулия Убакирова. Доказательством тому являются совместные фотографии, которые частенько мелькают на ее страничке в Инстаграм. В данное время девушка учится на режиссерском факультете Казахстанского национального университета искусств. Именно в стенах этого учебного заведения молодые люди впервые встретились и полюбили друг друга. В то же время поклонники с нетерпением ждут, когда же все-таки влюбленные назначат долгожданный день свадьбы. Однако пока каких-либо заявлений по этому поводу певец не делал. Сегодня музыкальное творчество занимает главное место в жизни Димаша Кудайбергенова. Хотя совсем недавно общественность стала замечать, что артист начал увлекаться и предпринимательской деятельностью. Вместе со своим компаньоном и другом Дамиром Мурати, Димаш открыл линию по производству именного шоколада и кенийского чая. В настоящее время бренд популярен не только в Казахстане, его также полюбили жители США, Европы и Латинской Америки. Теперь жизнь певца стала очень насыщенной. Не проходит и дня как одно важное событие, сменяется другим. Так в январе 2019 года певец принял участие в американском конкурсе The World's Best. Члены жюри, в которые входили такие знаменитые личности, как Рупол Андре Чарльз, актриса Дрю Берримор и певица Фейт Хилл прозвали Димаша Человеком шести октав. Стоит отметить, что Димаш был не единственным, кто представлял Казахстан на этом конкурсе. Публика также увидела победительницу украинского проекта «Голос Дити» Данелию Тулешову. По итогам конкурса молодые люди оказались в полуфинале, в котором конкуренцию им составил индийский пианист Видиан Натхасваром. И хотя Димаш был лучшим среди выступающих артистов, все же он решил дать шанс начинающим талантам и добровольно ушел из проекта. В итоге победу присудили индийскому музыканту. И вот весной 2019 года Димаш со своей сольной программой выступает на сцене Государственного Кремлевского дворца. Курированием концерта занялся продюсерский центр Игоря Крутого. В том же 2019 году режиссер Алан Бадоев по мотивам песни Димаша «Любовь усталых лебедей» снял одноименный клип, съемки которого проходили в Испании и Украине. Еще совсем недавно, определить где именно живет 26-летний Димаш Кудайбергенов, было довольно трудно. Ситуация осложнялась еще и тем, что певец регулярно совершал концертные туры по городам Казахстана, Китая и России. Поэтому назвать точное место жительства Димаша не представлялось возможным. В 2020 году обстоятельства изменились. На фоне международного карантина все границы были закрыты, и артист вынужден был обосноваться у себя на родине. В данное время, певец проживает в пригороде Нур-Султана, в одном из коттеджных поселков. По снимкам из соцсетей становится понятно, что в загородном доме Кудайбергенов живет не один. По традиции, он делит кровь с многочисленными родственниками, с дедушкой, бабушкой, родителями и младшими братом и сестрой. Сегодня назвать точное место жительства Димаша не представляется возможным, так как близкие музыканты тщательно скрывают любую информацию о его личной жизни и следят за тем, чтобы она не просочилась в социальные сети. Все же мы надеемся, что когда-нибудь Димаш Кудайбергенов откроется своим поклонникам и опубликует в интернете свои семейные фотоснимки. От себя мы пожелаем ему творческих успехов, семейного благополучия и крепкого здоровья. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!